Хорошая игра, боевая игра. Понравился, сегодня давали играть, она такая на грани была, игра не высасана, как бы, знаете, вот линия хорошая сегодня была, судейство, она мне понравилась, и давалась игра, она игра и смотрелась, мне кажется, так. Не было так вот, не высасывали, не искали удалений. Мне кажется, торпеда бы с другой командой какой-нибудь играл, он больше был бы удален. А так, мы выиграли, хорошая, сильная игра была. С победой, ребят. Спасибо. ЦСКА с победой. Ну да, хороший матч, ребят, не упрекнуть, кроме того, что мы в каждой игре пропускаем какие-то нелепые голы из своих каких-то слабых решений. Да, и второй гол сегодня, увы, опять же, на пересменке просто без ничего пропустили гол. Это единственное, что, скажем так, сегодня, чем я, недоволен. А ребят сражались, если бы мы так бы играли первые две игры дома с такой самодачей, с таким азартом, был бы другой результат. Поэтому для нас важен был такой матч, чтобы шла такая хорошая подготовка к плей-офф. В принципе, я уже сказал, что вот та самодача, конечно, немножко качество игры, оно было немножко, может быть, не на том уровне, который оно должно быть. Но в первую очередь, я скажу, что характер и самодача, мы хотели посмотреть на многих ребят, когда вот придется вот так сражаться, что они себя представляют. Поэтому я, в принципе, доволен этим матчем. Не смотрелось, потому что мы проиграли. И, повторюсь, нам важно было сыграть именно такой игрок. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Сергей Верещенский, канал «Звезда». Илья Вячеславович, с победой. Спасибо. Обидно, что Илья на ноль не отстоял, но не суть. Два вопроса по игре. Зная постоянную систему, постоянной ротации команды, я приятно удивлен, видя Муршика, Плета и Скотта, играющих вместе очередной матч. Как результат, два гола Скотт сегодня задел, мне так кажется, именно результат этого. Планируете их дальше вместе использовать или не факт? Я тоже рад. Манеру. Добро. Тогда второй вопрос следом по игре. Науменков, две игры позавчера и сегодня 12 минут штрафа. Объяснение есть какое-нибудь? Пока нет. Добро. Дмитрий Штарович, уточню, вы когда говорили, вначале вы сказали, что торпеда играла с другой командой, это удаление было бы больше? Да нет, так сарказм. Нет, 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 нет. Просто, ну, нет. Мне понравилась, игра была, игра, она такая на грани фола, знаете, не высосано ни одно удаление. Вот это вот иногда, ну, оно, может быть, где-то и перехлёст был и с нашей стороны, и с нашей, и с той, но судья пропускает, и первое удаление даёт, и матч ведёт так. Это вот, ну, мне вот, вот это мне понравилось. Это, в общем-то, ну, даёт играть, и игра, она, как бы, знаете, вот она идёт, динамичная игра, не ломается ни удалениями. Понимаете, вот, мне вот это очень понравилось. Уточните, пожалуйста, когда счёт 3-0 в вашу пользу, торпеда забрасывает шайбу на последней минуте, и вы берёте... Не брать? Не, ну, если вы скажете не брать, мы не будем. Да, скажу. Наверное, хотим сыграть на ноль. Знаете, такие моменты есть, может быть, там, у Элис, у Ильи бонус какие-то есть, игры на ноль. Ну, хотим мы кому-то помочь. Ну, и разные моменты есть. То есть это не было какой-то уловкой дать ребятам... Не, ну, мы думали, что... Мы думали, что была помеха. А Петрису вы не говорите, он берёт челлендж? Да? А мы правильно взял. А мы неправильно, понятно. Петрис, какой план был на игру? Потому что обе команды, в общем-то, стараются играть в физический хоккей. Вот за счёт чего хотели, если вы переграли? Не, игровая дисциплина. Я уже сказал, что, в принципе, мы знали, что, ну, ЦСКА играет агрессивно, много же набрасывает на ворот, здорово играет шага, и игра под воротами у них очень неприличная. Мы знали, что нам нужна игровая дисциплина в своей зоне. Ну, я повторюсь, вот... И даже первый гол, который мы пропустили, в меньшинстве мы просто не доработали. Да? Мы так не играем, как мы сыграли на этом эпизоде. Но это и есть игровая дисциплина, концентрация на моменте. И второй гол, он решающий, я уже сказал. Просто, увы, безобразная смена защитника дальнего просто уехала, и мы получили такой гол в свои ворота. Это и есть игровая дисциплина, за счет, мы хотели сегодня... Ну, и при счете 0-1 у нас было пару хороших моментов. Естественно, хотелось бы забить, не забили, но мы терпели, мы ждали свой момент, мы работали, это было самое важное, да? Я говорю, претензий к ребятам по этим нюансам у меня нет. Я говорю, единственное, что в последнее время мы допускаем грубые индивидуальные ошибки, которые приводят к голам в решающий момент с Ярославлем, с Череповцом. То же самое и сегодня. Индивидуальные грубые ошибки. Поэтому это нам надо немножко разобраться и идти дальше. А что касается вратарской линии, будут ли и дальше ребята в домашней серии по матчу чередоваться, или игра Бирюкова в сегодняшнем матче достойна того, чтобы и в Сосказы играть? Честно скажу, сейчас. Ну, и что касается его игры сегодня, она была на хорошем уровне. Она была на хорошем уровне. Что будем дальше, мы подумаем у нас. Мы опять же, также эту линию тоже готовим к плей-оффу, нам надо подумать кого, куда, когда. Если там можно вопрос о моем тренерам, ответ Дмитрий Человечевич примерно понятен будет. То, что сегодня большую часть матча судьи были в численном межринстве, как-то повлияло на игру или не заметило? Да нет, я считаю, что отработали тоже, как Бирючич сказал, хорошо отработали. Претензий никаких нет. Дмитрий Человечевич, последний вопрос, когда ждать его в основе? Сидевич? Насколько критично его отсутствие на данный момент в таком длина системообразующих игроков? Пока выигрываем без него. С Магнитогорским будет играть. Спасибо. Он не поехал даже поездку. За что вы Воробьева-то у нас дернули. Вот, отвечай. Честно. А почему так уважительно? Надо было другие слова подобрать. Конечно. Чуть пожестче. Я вам телефон менеджеров дам. Воробьева-то улетел. Да, хорошо. Иваннов, приговорите. Брат, сейчас на матч звезд улетел. Найдете его. В Америку на матч звезд. Вопрос тоже к вам или к менеджерам, но ЦСКА как бы нарушает пункт регламента, что команда на выезде должна играть в светлой форме и светлых шлемах, а ЦСКА проезжает все время в Краснодар. С чем это связано? Или на ФА? Стоп. Если посмотреть все наши игры, мы так играем. Так вот я поэтому спрашиваю, почему были бренды? Ну, если нам скажут, мы поменяем, нам пока ничего не говорят. Ну, хорошо, будем заниматься. Хорошо. Спасибо. Спасибо.